Баскетбольная Ника впервые стартовала в премьер-лиге. Соперником Сыктывкарцев стал УГМК из Екатеринбурга. Между прочим, это чемпион Европы с 2009 года, поэтому нашим, конечно, досталось. Но как шла игра? Очко в очко. С первых минут чужих к себе Ника не подпускала. Впрочем, первую четверть Екатеринбург все же забрал 19-25. Вторая четверть складывалась по похожему сценарию. Соперницы отвечали атакой на атаку. При равной борьбе и итоговая ничья во второй десятиминутке 19-19 на перерыв команды отправились при счете 38-44 в пользу гостей. Решающей для исхода поединка стала третья десятиминутка. Ее УГМК оставил за собой, увеличив преимущество еще больше. Больше лидеры уже не покидали паркет. Альба Торренс провела на площадке все 40 минут. Елена Беглова почти 38. Джон Квилл Джонс – 32 минуты. Мария Вадеева – 30. В их активе и большинство набранных команды очков. Противовирусные ограничения, считают они, конечно, накладывают отпечаток на результативность. Я считаю, что мы сейчас немножко на спаде, потому что мы начали совсем недавно. И, возможно, пока что попали в небольшую яму. Но считаю, что все равно мы выберемся из этой ямы, конечно же, и все будет хорошо, и будем бежать, как рыси. А у нашей Ники лидером по времени стала Виктория Черин почти 28 минут. За это время она набрала 13 очков и 6 подборов. Четверть часа на паркете провела Мария Черепанова. 26 минут и в активе Екатерины Федоренковой. В целом, получилась хорошая игра и было достойное сопротивление. Я считаю, что игра у нас получилась, потому что нам противостоял очень сильный соперник. Все знают, что это лучшая команда Европы последних лет. И с точки зрения качества игры, конечно, я доволен, как команда провела всю игру. И особенно приятно, что не было в течение всей игры откровенных провалов. То есть вся игра, в общем-то, прошла на достаточно ровном, таком хорошем уровне. И этим качеством я, безусловно, удовлетворен. Сегодня у нас была тяжелая игра. И не все получалось только благодаря вашей команде, потому что она играла очень здорово. Мы рады, что выиграли эту игру. Но нам, конечно, есть над чем еще поработать. Ведь это был фактически первый шаг в сезоне. Мы довольны. Итоговый счет встречи 72-84. Следующий матч Ника проведет 11 октября. На родном паркете сыктывкарские баскетболистки примут «Спартак» из Ногинска. Отметим, что в тренерский штаб подмосковного клуба входит уроженка Коми, двукратная олимпийская чемпионка Нелли Ферябникова. Будет жарко. Хоть похоже, из ограничений снова без зрительских трибун. Продолжение следует... Продолжение следует...